Сегодня четвертый день, и мы говорим о зависти. Зависть – это то чувство, то качество, которое знакомо каждому из нас. Написано, что нет человека, у которого нет зависти никогда. То есть все мы завидуем другим на каком-то этапе нашей жизни в зависимости от ситуации. Интересно то, что оказывается, что бывают три вида зависти. Одна зависть называется грешная зависть. То есть зависть грешников, она характеризуется тем, что я хочу что-то, что есть у тебя, и я не хочу, чтобы это было у тебя. Я хочу, чтобы только у меня это было эксклюзивно, а у тебя этого не было. Это называется грешная зависть. Есть также зависть, которая называется опасная зависть. Это другая немножко зависть, мне все равно что-то есть у тебя, но я хочу это тоже себе. То есть уже я не настолько грешница, чтобы я хотела это только у себя, я готова с тобой поделиться, но мне важно, чтобы это было тоже у меня, и в этом, конечно же, человек ошибается, потому что он завидует тому, чего у него нет. И третья, последняя зависть называется хорошая зависть, праведная зависть. Это то, когда я завидую другому человеку, но я не хочу ничего у него отнимать, я не хочу ничего у него забирать, я наоборот восхищаюсь им и хочу, чтобы у него это тоже было, у меня это было, я просто учусь от него, и он меня мотивирует. Это зависть праведников. Сегодня, конечно же, мы проработаем с вами первые два вида зависти, потому что написано, что кин ата ва и кавод, то есть зависть, страсть и жажда почета, она вырывает человека из этого мира. Человек не может найти себе места, когда он завидует. Он думает только о другом, он проживает жизнь других людей вместо своей жизни, и это самое обидное, что это не дает ему возможность реализовать все то, что есть у него. Написано, что человек, который завидует, мало того, что он не получит то, чему он завидует, он еще и потеряет то, что у него есть, потому что Всевышний покажет ему, у тебя было так много, и ты этого не ценил, сейчас я у тебя это заберу, и ты посмотришь, насколько все было хорошо до тех пор, пока ты не завидовал. Давайте сейчас сделаем маленькую медитацию, посмотрим на то, как человек может работать со своей завистью просто на уровне мыслей, просто на уровне правильных вопросов к себе и правильных подходов. Давайте закроем глаза, как мы это уже умеем делать, уйдем внутрь себя, почувствуем, как легко и моментально практически мы можем уйти от всех внешних разложителей, и просто уйти внутрь самих себя, нащупать в себе это место, которое нас так сильно на самом деле влечет к себе, место спокойствия, место релаксации, место, где нас не кидает наши мысли в 10 разных сторон, а мы просто утопаем, как будто бы идем глубже и глубже и глубже внутрь нашего собственного колодца. Почувствуйте вот это ощущение выслабления, выдоха, когда никуда не нужно бежать, никуда не нужно идти, мы принимаем себя в этот момент нашей жизни, мы понимаем, что это абсолютно нормально быть там, где я сегодня нахожусь, и вот в этом моменте понимания, принятия, релаксации, давайте вспомним ситуацию, в которой вы кому-то завидовали, очень сильно завидовали, может быть, ситуация была совсем недавно, может быть, она была уже давно, но вы ее до сих пор помните, вы помните, как вы следили за этим человеком в каком-то смысле, вы смотрели на его успехи, вы наблюдали за ним, и вы не могли радоваться, потому что вы завидовали, вам так хотелось, чтобы это было в вашей жизни, почему у него все получается, почему он такой успешный, почему он такой красивый, почему он такой любимый всеми, а я, почему у меня не получается, почему я не могу, чего мне не хватает, вот если бы только тогда было бы совсем по-другому, когда вы проигрываете эту ситуацию в своей голове, что вы чувствуете, какие реакции выдает ваше тело, сжатие, возможно, ощущение себя маленькой, бессмысленной песчинкой в этой огромной вселенной, а вокруг вас такие гиганты, такие люди с таким огромным потенциалом, а я вообще ничего, а теперь представьте себе, как будто бы эта картинка меркнет, 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 меркнет перед вашими глазами и просто исчезает, и вы ее больше не видите, теперь вдохните очень-очень глубоко, и как будто бы внутренней камерой, внутренним фокусом полностью переключитесь на свою жизнь, посмотрите на свою жизнь, на все ваши таланты, на ваши способности, на ваши стремления, на ваши успехи, на ваши достижения, на ваши сильные ресурсы, на вашу семью, на ваших друзей, на все те подарки, которыми на небеса вас наградили. Подумайте о каждом из этих подарков по отдельности и обо всех вместе. Как много есть в вашей жизни. Зачем вы заведуете другим? Живите свою жизнь. Вы увидите, что очень много из своих ресурсов вы вообще не реализовываете, даже никогда не пробовали реализовать. Так зачем мне чужая трава? У меня и так трава зеленая. Почувствуйте, как вы себя внутренне ощущаете, когда вы думаете о том, как много у вас есть и как классно вы можете это реализовать в своей жизни и что вы будете чувствовать на выходе, когда все это начнет играть, работать. Почувствуйте, что будет, если вы сфокусируетесь полностью на себе и все эти вещи начнут заново играть в вашей жизни. Тогда вам не будет времени на что смотреть. Вы будете с утра до вечера только заниматься реализацией себя и будете гордиться своими результатами. С этим новым ощущением, с этим ощущением переполненности себя, огромного количества талантов, которые у вас есть, давайте попробуем вернуться в нашу повседневную жизнь, открываем глаза вместе. Мне будет очень интересно узнать, что поменялось внутри, когда вы переключили жизнь другого на свою собственную жизнь и что это меняет в подходе в вашей повседневной жизни. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова